На заседании комиссии парламентского собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам прибыло много почетных гостей. Российскую Федерацию представляют члены Комитета Государственной Думы, Беларусь, председатель и зампредседателя двух парламентских палат. Анапа местом проведения выбрана не случайно. По мнению парламентариев, это одно из самых перспективных курортных направлений для оздоровления и детского отдыха. Нация должна быть здоровая, физически и духовно. И то, что наша сегодня комиссия заседает именно в Анапе и рассматривает вопросы оздоровления детей, оздоровления взрослых, организацию семейного отдыха, это очень важно. На повестке дня больше десятка вопросов. В их числе проведение первого заседания молодежной палаты при парламентском собрании Союза Беларуси и России, возобновление работы Российско-Белорусского Союза молодежи и многое другое. На особом контроле вопрос молодежного предпринимательства. Российский Союз молодежи реализовал успешный проект «Бизнес-инкубатор», где идеи молодых предпринимателей ложатся в основу многомиллионных контрактов и успешно воплощаются в жизнь. Уже есть серьезный опыт в сотрудничестве с Китаем. В Анапе подобные предложения разрабатываются на базе Федерального детского центра смены. Теперь российский опыт применят и в Беларуси. Российско-Белорусский молодежный бизнес-инкубатор в первую очередь будет выполнять задачи информирования молодых ребят. В том числе мы будем давать все необходимые знания и навыки по совместному введению бизнеса на территорию Союзного государства. И я надеюсь и рассчитываю на то, что уже по итогам этого года будут запущены первые совместные российско-белорусские молодежные бизнес-проекты, которые будут действительно коммерческими и которые будут интересны общественности, потенциальному клиенту России и Беларуси. Белорусские представители внимательно выслушали все предложения. Общим голосованием большая часть из них принята к рассмотрению. В их числе вопросы трудоустройства белорусских студентов в Анапе, а также оздоровления. Нас интересовал вопрос, кроме оздоровления детей, вопросы трудоустройства молодежи. То, о чем мы говорили, это работа пионервожатых, студенческих отрядов, которые приезжают вместе с детьми на оздоровление и здесь работают. И мы, в принципе, остались очень довольны нашей работой. Мы понимаем, что перспектива большая. За вчерашний день мы поняли, что нам надо провести большой семинар по вопросам оздоровления, то есть медицинский семинар, потому что мы увидели достаточно большие перспективы не именно в курортологии, то, о чем мы говорили, а в здоровье и, возможно, в реабилитации не только наших детей, но и вообще граждан союзного государства. В числе участников конференции и представителей городской администрации они выразили готовность оказать поддержку в реализации проектов, которые будут внедряться на территории муниципального образования. В рамках нашего сотрудничества, безусловно, будут выработаны определенные подходы, концепции, для того, чтобы мы уже в рамках этой работы нашли точки соприкосновения. Позиционирование нашего города, города-курорта Анапа, как курорта детского отдыха, отдыха семейного. Здесь мы получили поддержку, понимание того, что будут эту позицию продвигать как в рамках союзного государства России и Беларуси, так и, в принципе, Российской Федерации. Уже через месяц запланирована еще одна встреча представителей союзного государства. Будет создана рабочая группа и разработан план долгосрочного сотрудничества на весь 2018 год. Руслан Душевский. Анапа. Регион.